Строительство новой пекарни взамен сгоревшей. Сдача физкультурно-оздоровительного комплекса. Проблема с канализацией в фельдшерско-акушерском пункте. Эти и другие вопросы остро стоят в прибрежном поселке Амдерма. Напомню, ранее в ходе еженедельного совещания главы региона Юрий Бездудный раскритиковал чиновников за формальный подход в решении проблем Амдермы. Вопросов у жителей Амдермы к представителям власти накопилось много. В частности, по части жилищно-коммунального хозяйства. Сдача в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса и строительство модульной пекарни, которую здесь ждут больше года, после того, как сгорела прежняя. Сейчас хлеб в поселок доставляют два раза в неделю авиатранспортом. Также его привозят предприниматели из Воркуты. Жителей интересовал вопрос строительства пекарни, которое мы планируем разыграть конкурс в апреле. И я надеюсь, что до конца осени модульная пекарня из расчета 50-100 булок на человека, это из расчета 300 грамм на человека, будет установлена. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс поселки не могут принять в эксплуатацию из-за необходимости проведения ремонта полов в игровом зале. Вот совсем недавно, 2-го числа, туда вылетел подрядчик, который выиграл конкурс на ремонт спортивного зала первого этажа. Мы держим это на контроле. Он 22-го числа, подрядчик должен закончить эти работы. Во время поездки делегация также посетила водовод, дизельную электростанцию и котельную. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду планируется текущий ремонт систем канализации и водоснабжения. Есть в поселке еще одна проблема – нехватка квалифицированных кадров, например, электрика. Один из вариантов решения – направлять вам дурмоработников вахтовым методом. Что касается еще одной новостройки фельдшерско-акушерского пункта, то здесь возникли проблемы с канализацией, которые были устранены представителями муниципального предприятия «Севержилкомсервис». Мы провели инструктаж по пользованию системы обогрева наружной канализации при отрицательных температурах наружного воздуха. Проверили, все работало, все точки канализации. На текущий момент не обращались к такими проблемами. Остро стоит в поселке и жилищный вопрос, в частности, переселение из ветхого и аварийного жилья. По вопросу переселения из ветхого и аварийного жилья мы запланировали строительство 12-квартирных домов на улице Ленина и пересечения Дубровина. Там получится такой кластер современный. Там стоит современный фаб, будет пекарня и новый современный дом. Надеюсь, мы к концу года это все закончим. В школе Амдермы необходимый ремонт будет проведен в летний период. Торги на его выполнение проведут в апреле. И мы уже проводим с профильными департаментами работу, чтобы выйти на строительство, скажем, и дома, и ремонт детского садика, который мы тоже планируем отыграть в апреле. И к концу, к началу сентября закончить внутренний ремонт. И чтобы не срывать учебу школьников, после 1 сентября выйдем на внешний фасад и благоустройство территории с установкой детской площадки и ограждения от белых медведей. Еще одной из главных целей визита в Амдерму стало выяснение причин пожара в Доме культуры. По этому поводу в поездке приняли участие представители МЧС. По результатам осмотра ожидается заключение экспертных организаций. Напомню, ранее глава региона Юрий Бездудный раскритиковал чиновников за формальный подход в решении проблем Амдермы и поручил направить туда рабочую группу.